Приветствую вас, я думаю, что если у вас есть подозрение на депрессии, то необходимо обратиться к врачу, клиническому психологу, психотерапевту, либо психиатру, который диагностирует вам ваше заболевание, если оно у вас есть, и назначит соответствующий курс лечения, в том числе и психотерапию безмедикаментозную. Это первое. Второе. Надо понять, является ли ревность следствием депрессии, или наоборот, депрессия является ревностью, следствием ревности, либо, может быть, история такая, что оба эти момента являются как бы параллельными, и развиваются они у вас параллельно. То есть, как бы, ревность это такая неприятная, как вы, я надеюсь, понимаете, история, да? То есть, ну, вот, именно ревность это очень неприятная история, когда человек ревнует. Вот. И, соответственно, у этого есть свои причины, безусловно. На мой взгляд, очень важно, очень важно понять вот этот момент, понять идеологию вашей ревности. Вот. Потому что, ну, как бы, зависит от всего причин ее появления, будет, соответственно, выбрано направление психотерапии. Вот. Да? Понимаете, о чем идет речь? Дальше. Ревность сама по себе проистекает из ряда причин. Например, например, человек может бояться остаться один, например. То есть, это боязнь одиночества, страх одиночества. Ревность. Это неуверенность, соответственно, в себе, да? Непринятие себя. Ну, вот. И так далее. Это один вариант. Второй вариант. Второй вариант. Ревность, это результат следствия собственнического отношения к партнеру. То есть, партнер для вас, это своего рода, ну, такой, типа, приз. То есть, вы своего партнера воспринимаете, вот, как, как, как приз. И боитесь его потерять, потому что он для вас имеет личное значение. То есть, вам, человек, нужен для чего-то. В этом смысле можно сказать, что, к примеру, партнер является костылем. То есть, вот, ну, в прямом смысле этого слова, да, партнер является костылем. То есть, вы опираетесь на партнера для того, чтобы решить какие-то, ну, какие-то свои проблемы. Вот. И здесь становится вопрос и об ответственности. Ну, ну, ваши, вот, ваши ответственности, например, здесь, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ к примеру, и так далее. Ну, а чувство собственности, оно, понятно, я надеюсь, что произойдет из, собственно, личных, личных, личных проблем, которые вам нужно решить, ну, в данном случае самостоятельно. Вот. Дальше. Следующей причиной ревности является отсутствие реализации, самостоятельной реализации, вот, и здесь мне, конечно, все более-менее должно быть понятно, потому что вы никак не реализованы, вы не чувствуете ну, к примеру, свою, своей, вы не чувствуете своей ценности, вы не видите своей ценности, вы не замечаетесь своей ценности, вам она представляется, ну, вот, такой, скажем, ну, скажем, туманной, да, вот. И, соответственно, если это действительно так, то с этим, опять же, нужно разбираться, да, чтобы вы могли все-таки успешно реализовываться, реализовывать, свои желания реализовывать, свои потребности реализовывать, свои, ну, свои, свой потенциал, свои ресурсы и так далее. Вот. Это все очень тоже важная история и важный момент. А следующим аспектом, который в обязательном ключе, в обязательном порядке стоит отметить, заключается в том, что у вас предвзятое отношение к сексу. То есть, секс для вас это что-то грязное. Секс для вас значит больше, много больше, чем он должен значить. То есть, для вас это, ну, чересчур, чересчур большое, большое значение имеет. Вот. И, как правило, это связано, опять же, с проблемами в отношениях, ну, проблемами в семье, с проблемами в семье. Вашей, к примеру, к примеру, к примеру. Вот. И, соответственно, с этим тоже можно и, в общем-то, нужно даже, что-то делать. Да? То есть, менять, допустим, свое отношение к сексу, чтобы он занимал только то место, которое он, ну, которое он должен занимать. Да? Не больше. Вот. Очень часто люди, вопросы, связанные с сексом, воспринимают на свой счет, вот, и так далее. То есть, это вот такой момент. То есть, вам, грубо говоря, нужно освободиться от этой вот позиции, что если что-то происходит, да, ну, в сексуальном смысле, то это обязательно ваша ответственность, и это вас задевает лично. Вот. Ну, и, соответственно, как правило, ревность, это такая потребность, это потребность, серьезная потребность. А, все контролировать, это, серьезная потребность, контролировать, допустим, своего, ну, своего партнера, к примеру, к примеру, вот. Вот. Почему? Да? Потому что не чувствуете, вы, опять же, себя не чувствуете в безопасной безопасности. Вот. Вот. То есть, вы себя не чувствуете в безопасности, и именно поэтому вы пытаетесь контролировать своего партнера. И здесь нужно работать именно с этой базовой потребностью безопасности, которая есть у каждого человека. Это личные границы, вот, это определенные, определенные, определенные правила, вот, и так далее. Вот. Ну, здесь, опять же, возникает вопрос, да, насколько вы, к примеру, хотели бы всеми этими моментами заниматься, да? Вот. Хотели бы вы все это исследовать или нет? Вот. Но, тем не менее, допустим, от ревности, собственно говоря, ну, по-другому не избавиться. Да? То есть, ревность, это вот такая примерная история, и связь здесь, она вот такая вот. Значит, на этом, в принципе, все, что я могу вам сказать по поводу вашей ситуации. Я надеюсь, что он помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, и надеюсь, что ваша ситуация разрешится самым лучшим образом. Спасибо.